Директор Центра исследований проблем гражданского общества у нас в эфире. Виталий, здравствуйте. Добрый день. Давайте сначала к природе этой дружбы, дружбы Мьянмы и Российской Федерации. Насколько она давняя и насколько опасная? Ну, скажем так, еще с советского времени Мьянма проявляла интерес к советскому вооружению, ее пыталась балансировать между разными центрами силы. Не быть основным клиентом, скажем так, Китая за счет советского присутствия политического в регионе, в поддержке, например, Вьетнама, Лаоса, пытались выровнять баланс. Поэтому история отношений между Тамадо, это так называется военная хунта, но генералитет Мьянмы с Советским Союзом имеет определенную историю отношений. В нынешнее время сейчас прослеживается, начиная с 2021 года, прослеживается активное развитие отношений, но в основном оно имеет символический характер, более демонстрация, чем наличие совместных каких-то экономических связей или проектов. Процент поставок товаропотоков из Мьянмы в Россию или наоборот он незначителен, всего там полпроцента от общего, это во-первых. Но есть поток вооружения, о чем было сказано, причем поток вооружения идет как в одну сторону, так и в другую сторону. Но есть информация о том, что Мьянма поставляет в Россию 120-мм мины для минометов, и они уже используются в России в войне против Украины. С другой стороны, Мьянма получает от России Су-30СМ, это модернизированные истребители, две штуки уже пришло в Мьянму, и один из них использовался при наносении ударов по мирному населению. Поэтому как раз двонаправленная оппозиция происходит. Кроме того, Мьянма находится сейчас в очень сложных отношениях с Китаем, хотя Китай это 90% внешнеэкономических связей и политической и военной поддержки. Китай имеет наибольший контроль над газой и нефтепроводами, которые способны пропускать до 6 миллиардов кубометров газа и огромное количество нефти. Кроме того, Китай строит военную базу на Кокосовом острове для слежки за Индией. И военные отношения между Тамадой и веналитетом Китая не так же имеют историю и более сильны, чем с Россией. Но, с другой стороны, сейчас, в последнее время, мы наблюдаем такую вещь, как поддержка Китаем этнических меньшинств на севере страны Мьянмы и даже подоставление оружия партизанам. В китайской прессе появляются публикации, где открыто критикуются хунта Тамада, в том числе за то, что поддерживают мошенников и киберпреступников, которые уже являются проблемой для китайцев на юге самого Китая. Это колл-центры, это мошенничество со счетами, при этом крышует всю эту преступную деятельность Тамада. И в китайской прессе появляются публикации, где есть критика и говорится о том, что Китае следует привить силу. Причем эта публикация появляется на платформе WeChat, а это подконтрольная спецслужбом Китая платформа. То есть ощущение того, что между Янгоном и Пекином пробежала черная кошка, что там есть напряжение, этим пользуются русские, проводят военные учения, говорят о наращивании присутствия, создают схемы обхода санкций, в том числе говорят о взаиморасчетах в рублях и киатах, вводят несколько банков для внешнеэкономической деятельности, всячески пиарят мьянские товары в так называемое ДНР, даже фестиваль товаров организовывают на купированных территориях. Но в процентах отношения это будет символическое присутствие, попытка демонстрации, что вот мьянский режим, генералы и Россия – это один пояс, дружбы, сотрудничество и так далее. Пока вот, кроме реального военно-технического сотрудничества, других проявлений, углубления экономических отношений говорить не приходится. Спасибо вам, Виталий, за вот этот анализ и конструктив относительно этих событий, которые сейчас проходят, да, и как Российская Федерация фактически финансирует, и что получает замену от мьянмы, да, с бывшим названием Бирма. Но вот я немножечко для себя промониторен, интересно мне, да, потому что мы когда какую-то тему поднимаем, мне интересны даже исторические предпосылки, как складывались отношения у ряда стран там накануне, да, и за много лет до этого, и я смотрю, что на самом деле, просто мы, возможно, мало об этом говорили, но вот интересы России в мьянме, они проявились не сегодня, не вчера, правда? А это уже длится определенный тоже там отрезок времени. Я даже смотрю 2021 год, когда как раз Россию и мьянму назвали такими уже серьезными союзниками. Туда приезжал даже заместитель на тот момент Шойгу побывал и так далее. Там как раз были и протесты. Ну и тогда российская делегация во главе с заместителем министра обороны принимала участие в торжествах вместе с местными военными. И там, ну, ряд стран были, я так коротко, как нашим зрителям, там были представители Китая, Индии, Бангладеш, Пакистан, Лаосы, и вот как раз Российская Федерация также была представлена. И на фоне вот этих всех протестов, это все равно, скажем так, такие парадные вещи военизированного характера, они проходили. Россия тогда принимала, ну, скажем так, непосредственное участие в этих официальных торжествах определенного характера. Тогда очень многие средства массовой информации, в частности, Би-Би-Си, даже назвали Россию и Мьянму такими друзьями и все-таки союзниками. Но я вот просто... Складывается впечатление, Виталий, вы меня сейчас поправите, да, точно так же в отношении и стран Африки, если мы говорим. Тут, понятно, другая часть планеты, но все же Мьянма. Я смотрю, что достаточно, ну, большое количество населения в Мьянме за чертой бедности, да. Очень часто перевороты, да, это то, что связано с присутствием военных, прав как таковых, о демократии речи не идет. И вот складывается иногда впечатление, что Российская Федерация выбирает определенный ряд стран, где можно, скажем так, наследить, наследить в пользу для себя. Мы вас там финансируем, помогаем вам в военных переворотах, да, потому что военные инструкторы, насколько нам известно, и Стокгольмский институт изучения мира когда-то об этом очень много писал, о том, что как раз военные инструкторы России, россияне, они как раз консультируют, если мы говорим о африканских странах, там, где тоже очень часто военные перевороты, как раз консультируют их россияне в этом контексте. То есть здесь такое впечатление, что есть ряд стран, которые вот как бы, ну, их выбирают. Возможно, я ошибаюсь. У Мьянма, это отдельная история. Там история гражданской войны в момент создания этой страны с 47-го года обыкновения независимости Мьянмы. Мьянма не является целостной страной. Это федерация, в которой часть территории контролируется этническими партизанскими группировками. И сейчас, например, в эти дни одна из группировок Карены захватила целый центр одного из регионов на севере страны. То есть хунта не контролирует всю территорию. Это такое ласкутниковое одеяло, состоящее из разных территорий, где есть полевые командиры, имеющие больший вес. Поэтому русские или советское военное присутствие, поддержка Тамада как действующего игрока в этой стране, оно не такое сильное, как, например, военное присутствие России в той же Африке в виде человека Вагнера в Мали или в стране Африканской республики. Все-таки Тамада – это история создания целого клана кастового структуры. Они самодостаточные. Всячески пытаются доить Китай, Индию и частично Россию. Россия здесь – это младший партнер в коспонсорстве хунты. Да, сейчас Тамада пытается использовать Россию больше как символический ресурс. Кроме парадов, которые они проводили в 2021 году, в 2022 году открытие памятника, например, в Москве, в партии «Патриот», посвященных советскому берманскому военному сотрудничеству. Хотя советское военное присутствие или помощь партизанам антияпонским в войне про мировой, оно было практически отсутствовало. Было больше английское вмешательство. Поэтому говорить о каком-то, что вот сейчас русские инструкторами или сильно усилились в Мьяне, я бы не стал. Но то, что сама Тамада пытается использовать отношения с Россией, показать, всячески выпить, это указывает на вхождение самой Мьяне в некий пояс нестабильности, что вот старый партнер, который был основным, Китай, проявляет какое-то недовольство самым режимом, поэтому надо искать каких-то других партнеров более сговорчивых, которые безоговорочно поддерживают любые действия хунта и в Мьяне. Сейчас вводятся новые санкционные режимы, новые люди из хунта, которые занимались обеспечением внешне-клинической деятельности и прятали деньги генералов в каких-то офшорах, они попали под санкционные списки и Соединенных Штатов, и Европейского Союза. Прятать деньги в России для хунта, конечно, смешно, но с другой стороны создаются обходы, позволяющие проводить транзакции, что важно, потому что единственным способом обойти санкции, это были китайские банки, они давали возможность сочетать транзакции через аналог свифта, через банки в Ньюжном Китае. Сейчас русские отдают такую же возможность и способствуют прорыву, внешнеэкономическому прорыву для томата, который действительно ощущает нехватку товаров, двойной необходимости, возможности выводения денег, потому что томата крышует разные преступные трафики, начиная от наркотиков. В Бирме находится часть так называемого «золотого треугольника», где производится героин и другие санктические наркотики, которые потом экспортируются в разные страны. И томата на этом наживается. Ходили слухи о том, что там присутствуют и российские частные военные компании, которые обеспечивают безопасность наркокартелей, работающих в этом регионе. Но там очень все взаимосвязано, и достаточно сложные какие-то сплетения. На данный момент режим санкционного давления на Тамада дает о себе знать, потому что даже выехать родственникам генералов на обучение или на отдых, или на деловых переговоров уже составляет сложности. Поэтому появление или усиление символических связей с Россией и сейчас это очень важно. Пока они не катализируются в экономический рост отношений, в рост товарооборота. Но русские очень важны для Тамада, как выход из полной зависимости от Китая, от георсифицирования. И я не исключаю, что военное присутствие русских, в виде инструкторов, в том числе, в попытке создать некие подобия даже совместных военных проектов, они вполне уместны. Тем более, что Мьянмы, как я уже сказал, замечены в поставках боеприпасов в России для военной войны. Я хочу спросить, как Соединенные Штаты далее могут действовать в отношении Мьянмы. Мы почему и вы сейчас несколько раз, Виталий, сказали о санкциях, об ограничениях относительно Мьянмы. Вот я как раз сейчас тоже определенного ряда информацию посмотрела, что может происходить в ближайшее время. Эта информация как раз за 7 ноября. Штаты с санкциями против Мьянмы поставили под угрозу поставки газа в Таиланд и Китай. Я процитирую последние рестрикции США в отношении национальной нефтегазовой компании Мьянмы, если я не ошибаюсь, аббревиатура МОЧ, могут помешать китайским и тайским клиентам осуществлять платежи через обычные банковские системы и так далее. Вот в данном контексте все-таки, насколько эта информация действительно имеет место и право на существование, и она реальна, да, я хочу у вас уточнить, и насколько все-таки Соединенные Штаты Америки для того, чтобы минимизировать присутствие Российской Федерации в данном контексте вот эти учения, о которых мы вначале и накануне вспоминали, Российской Федерации и Мьянмы, но это же не только, да, потому что я вот вспоминаю, недавнее, да, вот в сентябре этого года Лавров встречался тоже с министром, который приезжал из Мьянмы, один из профилей приезжал в Российскую Федерацию. Ну, то есть, на самом деле, отношения дипломатические развиваются. Как вот тут Соединенные Штаты Америки могут действовать в отношении именно Мьянмы? Дело в том, что санкционные механизмы, они существуют против Мьянмы не с 21-го года. Еще с 80-х годов был введен ряд санкций против генералитета Томада. Этот санкционный режим усиливался до 2014 года, и в результате этого хунта пошла на демократические выборы. К власти пришла премьер-министр Аун-Си, которая в свою очередь является дочерью самого генерала, который принес независимость для Мьянмы. Но потом произошли события. Вообще, история этой женщины, демократического избранного лидера страны, она достаточно сложна, потому что из иконы демократического мира, лауреата Нобелевской премии, премии Сахарова, она пришла в ситуацию рукой неподаваемой деятельности к 21-му году. И сам режим демократически избранный, он проявлялся в том числе в подавлении накомыслия и этнических чисто против Рахинджи. Мы забыли эту катастрофу, когда порядка миллионов человек были изгнаны из своих территорий и ушли Бангладеш. Гусульманское этническое меньшинство на западе Ямы. И тогда ОНСИ всячески поддерживала тамаду в борьбе против этих этнических меньшинств. Ее обвинили в геноциде. От нее отвернулись демократические силы. И те люди, которые поддерживали ее, правозащитники, также ее претиковали. И требовали ввести санкционные режимы против нее. Этим, конечно, потом воспользовалась тамада, приводя военный переворот. Потому что демократический режим в то время уже потерял какой-то свой вес, международную поддержку. Это дало возможность тамаде провести переворот. И сейчас ситуация ставок внутри политических поддерживает демократическое теневое правительство, которое разворачивает партизанскую борьбу против хунты, демократическое движение против хунты. Достаточно сложно, потому что не закрыты вот эти гештальты обвинений, эти ОНС в геноциде и конкурентной вещи. Поэтому одними санкциями Соединенные Штаты ничего в Яме не сделают. Очевидно, что необходим политический диалог совместно с Индией. Необходимо ввести разговор о эмбарго на поставке товаров. И здесь также важна позиция Китая и взаимодействие разных игроков, которые способны надавить на тамада с точки зрения принудить их к некому переговорному процессу. Прецеденты для этого в истории Мьян мы были. Послабление режима хунты в истории страны также были. 90-й год, а после этого 2014 год. Поэтому комбинация санкционно-политических эмбарго и дипломатии, она может дать эффект. Просто санкции, ну, вряд ли сейчас, в нынешних условиях гарантируют ослабление хунтов. Если взять немножко шире, так как в картах масштабировать регион и посмотреть, да, вот какие для России важны исходные для того, чтобы вмешиваться, поддерживать те или иные милитарные, парамилитарные силы в регионе. То есть желательно, чтобы был какой-то внутренний конфликт долгоиграющий, как это есть в Мьянме. Спасибо, что вы вспомнили. Рахинжа, то есть это очень серьезный внутренний, кстати, религиозный конфликт там, я так понимаю, подноготное всего этого в конце концов в том, что не просто народы разные, но и религии разные. Желательно, чтобы были бедные. И в этой связи может ли заинтересовать Лаос, Камбоджа, Таиланд? Почему туда не лезет Россия? И можно ли говорить, что подбираясь к Мьянме, вот в этот треугольник вот этих сложных стран отношений Бангладеш там же, что это какой-то подкоп под Индию, если угодно? Ну, скажем так, Индия сама играет в Мьянме и у двух соседей, причем играет роль не экспортера демократии далеко. Индия проводит субимпериалистическую политику в регионе, предлагая собственный патронат для клиентов и копируя в определенном роли или там, хотя бы, парень в партнерстве с Китаем. С другой стороны, да, Индия более прозападно настроена, и сам коллективный Запад в Юго-Восточной Азии также присутствует. Сохраняется вот в том числе и военное политическое сотрудничество того же Таиланда с Штатами, есть понимание необходимости донорства безопасности для Сингапура, но в таких регионах, в таких странах, как Лаос, Вьетнам, Камбоджа, Мьянма, конечно, русские пытаются сейчас найти себе нишу, с одной стороны разыгрывать карты противоречий, с другой стороны выступать таким партнером антиколониальных движений, попытки поддержать разнообразные группировки, в том числе военные, которые якобы декларируют готовность противостоять колониальной экспансии Запада, подыгрывать каким-то националистическим проектом. Здесь русские находят эту нишу. Всяком случае, мы чувствуем, как они усилят свое присутствие в Камбодже и в Лаосе. А вот в таком традиционном партнере Российской Федерации, как Вьетнам, которые были союзниками Советского Союза в войне Вьетнама против Китая, против китайской агрессии, мы сейчас видим наоборот, что Вьетнам больше склонен к сотрудничеству к Западу, к Российским Штатам, чем развивать военно-политические сотрудничества с Российской Федерацией. А вот страна, которая ранее была ориентирована на помощь и взаимодействие больше с Западом, с теми же университетами, как Камбоджа, она сейчас, точнее военное руководство пытается найти с точки соприкосновения с Россией, в том числе военно-политическом сотрудничестве. Купить вооружение, ракеты, самолеты, организировать собственный парк авиации. Вот такие вещи происходят. Ну и для России, что очень важно понимать, что для России важно, чтобы конфликты тлели во всех регионах, особенно там, где они рассматриваются как нестабильные и где завязаны интересы разных глобальных игроков. Чтобы Россия имела хотя бы небольшую, но карту, которую можно использовать в этой глобальной игре. Если можно разогреть Камаду, то давайте ее поддержим. Если в Лаосе есть обострение отношений с соседями, давайте поможем Лаосу вооружениями, в том числе беспилотниками, которые несут угрозу, например, как этническим движением в Лаосе, так и, например, против Камбоджи. То же самое можно сказать и в Камбодже, в которой имеется противоречие внутриполитического характера. Россия влазит, поддерживает военное руководство, дает системы, которые необходимы камбоджитскому режиму для борьбы с демократической оппозицией. Полицейские системы, политоспортеры, вооружение для полиции обучают полицейских. То есть вот такие вещи, они везде. То есть Россия заинтересована разжечь как можно больше очагов напряжения конфликтов и потом в этом хаосе попытаться как-то сыграть. С Тамада они это как раз сейчас и делают. Виталий помогли нам разобраться и с регионом, и конкретно с мьянманско-российской дружбой, которая сейчас так в фокусе нашего внимания. Благодарим. Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok